Добрый вечер, слушатели, на вебинаре. Как будет проходить занятие? Ну, не занятие, это у нас вебинар. Напомню, что проходят вебинары у нас в центре регулярно. Они имеют открытый характер. Мы приглашаем всех, кто учился у нас, кто собирается к нам прийти, кто сейчас учится. Всем, кому интересны те или иные темы, все вебинары посвящены каким-то определенным темам. Сегодняшняя тема у нас – это тренды в современном интернет-маркете. Традиционно в начале есть небольшая история какая-то, доклад. То есть я стараюсь как раз поделиться с вами какими-то наблюдениями. Во-первых, поделиться с какой-то точки зрения своим опытом присутствия на западных конференциях. С другой стороны, в целом затронуть вообще тему о том, куда движется интернет-маркетинг, какие у него тенденции, какие тренды. Причем в большей степени я, собственно, не о своем опыте хотел бы каком-то говорить, а исключительно об опыте того, что я услышал. То есть это мнение каких-то ведущих специалистов на рынке. И, возможно, для вас это будет интересно и полезно. Дело в том, что тут, мне кажется, есть над чем подумать. Очень много довольно неожиданных поворотов. Да, вроде все работает, да. Здравствуйте, проходите. Итак, в первую очередь я базирую сегодняшний свой рассказ на конференции. Это конференция Digital Summit, которая проходит ежегодно в Штатах. Я вот уже несколько лет подряд ее посещаю, и мне довольно тенденция становится видна. И я, соответственно, поделюсь с вами тем, что обсуждается на этой конференции. В том числе некоторые другие источники затронут. Саммит этот довольно представительный, проходит он ежегодно, и там собирается от 800 и даже больше участников, и при этом присутствуют, как правило, представители всех ведущих компаний на рынке. В настоящий момент статистика Digital Economy следующая. Приблизительно где-то 60% Digital рынка – это США, около 30% – это Китай, всего лишь 8% – это Европа, и угадайте, сколько это Россия. Исходя из этого, мне бы хотелось о чем? Почему, собственно, я в частности выбираю как источник информации, например, этот саммит? Потому что, да, действительно, там объемы рынка огромные, несопоставимые с нашими. И эксперты, специалисты, которые на нем работают, у них опыт работы именно на очень больших рынках, на очень больших аудиториях. И этот опыт, мне кажется, для нас особенно интересен. На экране вы видите тенденции развития человеческих популяций. В общем, все мы знаем, что Китай, Индия, Бразилия, ну и Европа с США, если их можно объединить, это такие сейчас максимально объемные рынки. При этом, конечно, Индия, Китай, они пока еще находятся в стадии роста, а США, рынок, например, он уже практически сформировался. Ну и то же самое, можно сказать, про Европу. Если мы посмотрим на Россию, то мы увидим, что несмотря на то, что рынок у нас уже сформировался, объем этого рынка по популяции хотя бы, по населению, которое он охватывает, конечно, не сопоставим. И сопоставляться никогда не будет. Нам, интернет-маркетологам, это важно понимать. Сейчас, вот с моей точки зрения, из того, что я наблюдаю, на современном рынке интернет-маркетинга у нас, очень жесткая конкуренция, ведется очень жесткая конкурентная борьба, потому что, в общем-то, охват больше 80% практически интернетом, собственно, население страны, проникновение, так называемое, от 70% и выше по разным данным. И это означает, что практически прироста уже аудитории интернета нам не ожидать. В то время как на западных рынках эти объемы, конечно, не сопоставимы. И, в частности, на таких конференциях выступают люди из категории Сет Година, вот, например, в этом году он был как раз. Это люди, которые диктуют как раз те самые тренды, направления задают. Всегда их выступления пользуются бешеной популярностью. В этот раз, не знаю, тысяча-две, наверное, человек было. Из зала он выбегал, чтобы его там не порвали просто. И в том числе, вот, что говорят эти люди, что обсуждается. Это конгресс-холл большой, в котором, собственно, проходило мероприятие. Я не буду останавливаться на деталях самого мероприятия. Кроме того, что скажу, что обычно всегда на таких мероприятиях выступают представители самых крупнейших компаний. Был директор по маркетингу Твиттера, Фейсбука, были эксперты из подразделения маркетинга от Гугла, от Майкрософта и так далее и тому подобное. То есть перечислять можно долго. Довольно большая объемная конференция, постоянно работающие три залов, три потока и два дня, непрерывно, каждые полтора часа новые доклады. И вот на экране то, что обсуждается на таких конференциях. Вот мне бы хотелось немножко как раз именно на этом заострить ваше внимание. Перечислены те диджитал маркетинг подходы, те инструменты, которые наиболее пользуются спросом и что вообще обсуждается. Интересно то, что вы видите довольно много разных направлений, конечно, освещается всегда. Почти не затрагивается тематика Сема. Search Engine Marketing фактически вообще не фигурирует ни в одном, вообще ни в одном докладе, ни один год я его не видел. И с моей точки зрения это довольно интересно. В то время как у нас, например, Яндекс.Директ и Google Ads это самые популярные инструменты сейчас для интернета рекламы. То есть все бюджеты в основном уходят в Директ. Сейчас если не в Директ, то в Google Ads. Это не значит, что у них там нет этих бюджетов на этот вид продвижения, но тем не менее эта тематика, она вообще фактически не обсуждается, ни кого не интересует особо, никто по ней никаких вопросов не задает. Это довольно интересно. Вместе с тем, акцент полностью смещен в сторону CRO, CRM и некоторых других интересных вещей, о чем я, собственно, хотел бы сейчас вот поподробнее чуть-чуть сказать. CRO – это Conversion Rate Optimization. То есть вопросы, касающиеся оптимизации конверсии, выделены в отдельное направление интернет-маркетинга фактически и рассматриваются как совокупность техник и инструментов, которые ведут на разных платформах, на мобильных, на десктопных, к увеличению в той или иной степени к эффективности работы этих инструментов, то есть превращения посетителей в покупателей. Customer Journey Management – еще одно направление, которое вообще лидирует, в принципе лидирует. В нашем пространстве интернет-маркетинговом это тоже давно присутствует, эта тема, она есть и в курсах, например, у нас. Но вместе с тем я не наблюдаю такого большого широкого внимания к ней, которое, собственно, я вижу на конференциях. Ну и Customer Experience, User Experience, User Interfaces. Интересно то, что у нас, как вы знаете, все это объединено в одно общее слово, которое у нас называют Usability. Замечательное слово, которое там никто не употребляет, не знает, никогда не видел. А у нас оно прям просто тренд. Вместе с тем есть вот эти вот три термина – Customer Experience, User Experience и User Interfaces, которые, в общем, вообще разделены. Это совершенно самостоятельные направления, совершенно самостоятельные дисциплины. Есть специалисты по Customer Experience, и есть специалисты по User Experience, есть специалисты по интерфейсам. И это все разные люди, и они занимаются разными вещами. На экране вы видите картину, которая, собственно, получена была крупнейшей исследовательской компанией. Чуть позже вспомним, назову ее. В 2019 году был опрос вот среди, в том числе, участников конференций, крупнейших компаний мировых интернет-маркетинг, для которых принципиарен, на что они делают ставки в 2019 году, и на что, в том числе, будут смещены все приоритеты у этих организаций. На первом месте, как вы видите, CGM как раз и присутствует. Больше 33% организаций по этому опросу сказали о том, что топовый приоритет, то есть самый наивысший приоритет в этой организации в интернет-маркетинге будет на CGM. На втором месте это Targeting and Personnalization. То есть это все вопросы, касающиеся, собственно говоря, персонализации предложений рекламных и, соответственно, персонализация контента под аудиторию. Customer Data Management. Соответственно, это, опять же, управление контентом, управление, ой, извиняюсь, управление данными, которые получаются в результате всех источников интернет-маркетинга о потребителях, о пользователях, о клиентах. Multichannel Campaign Management. То есть это управление мультиканальными связями. То есть это контроль над отслеживанием мультиканальных последовательностей, в отчетах современных, в аналитике, например, сейчас это есть везде, во всех инструментах. В широком смысле это вообще весь комплекс технологий, инструментария, который позволяет отслеживать эффективность не одного конкретного канала, а всех точек касания пользователя до момента совершения, соответственно, покупки. Чаще всего, как вы знаете, сейчас по статистике в среднем пользователь совершает 3-4 захода на сайт, прежде чем совершить какую-то покупку. 3-4 это в среднем. Для каких-то бизнесов это несколько десятков заходов, или не то чтобы даже заходов, а именно точек касания. То есть пользователь может с вашим брендом, с вашей организацией контактировать по-разному. Это может быть и офлайн, это может быть онлайн, это может быть, опять же, мобильное устройство, это может быть десктоп или какие-то другие способы. И вот, конечно, там для продажи автомобилей, например, этих точек может быть десятки, и срок совершения конверсии может измеряться там месяцами. Ну, понятно, что для такси или там для пиццы, например, конечно, значительно короче и меньше этих точек. Но очень часто человек совершает эти взаимодействия с вашим брендом, с вашей организацией, с вашими устройствами, с вашими сервисами, с вашими онлайн веб-ресурсами, с разных каналов. И вот отслеживание одного и того же посетителя, как он действует, приходя с разных каналов, выделяется в четвертую позицию. Контент-маркетинг – это все, что, собственно, лежит под управлением контента. Под контентом подразумевается не только текст, но и видео, и аудио, все остальное. Это все, что связано с присутствием вообще информации об организации, о бренде в интернете. Отдельно контент-маркетинг сам по себе является, он выделен в отдельное направление, тем не менее он является также неотъемлемой частью SEO, конечно. Хотя, собственно, как вы видите в этом списке, слово SEO есть, и оно вот там вот. Вот здесь я покажу, где оно. Номер где-то 20 там получается. А вот контент-маркетинг как таковой. Потому что, опять, это интересный тренд, который говорит о чем? О том, что непосредственно, собственно, мероприятия по оптимизации интернет-ресурсов под поисковые машины, они, конечно, важны, они имеют определенную степень ценности, но значительно важнее стало контролировать само присутствие контента в интернете во всех плоскостях, во всех каналах, во всех инструментах. YouTube-видео особенно, мне кажется, сейчас там находится, ну, оно и у нас, везде, на пике. Вообще видеоконтент, в сторону видеоконтента вообще сдвигается все. То есть текстовый контент еще пока, конечно, имеет ценность, но уже все больше и больше внимания уделяется именно видеоконтент. E-commerce. Ну, здесь, в общем, надо понимать, ну, это понятная вещь. Сразу хочу, кстати, сказать, что такое e-commerce. У нас очень часто на рынке под словом e-commerce понимают не совсем то, что нужно понимать, ну, или как минимум разные точки зрения есть на эту тему. Под e-commerce понимаются электронные продажи. То есть имеется в виду, когда вы продаете на сайте или через мобильные устройства, через мобильные приложения, неважно как, но напрямую через обычно электронные системы покупки. То есть это какие-то платежные системы, это кредитные и дебетовые карточки. То есть если у вас на сайте или в мобильном приложении человек может совершить электронную транзакцию, перевод средств со своего счета на ваш счет, это и есть e-commerce. Не все ресурсы в интернете, естественно, вовлечены в e-commerce сегмент. То есть далеко не все ресурсы что-то продают именно исключительно через электронные транзакции. У нас, во всяком случае, большинство интернет-магазинов занимаются продажей не e-commerce. У нас, как вы знаете, в большинстве случаев человек делает заказ, и только потом уже к нему привозят курьер что-то, и только тогда он оплачивает. Или оплата производится не в электронном виде, а какими-то другими способами. Опять же, при получении в точке выдачи, например, ну и т.д. и т.п. Маркетинг-автомейшн. Вообще очень мощный тренд, огромное количество инструментов. На российском рынке мы тоже их имеем несколько, но по масштабности их применения вообще несопоставимые вещи. В компетенции любого интернет-маркетолога, если открыть любые вакансии, в обязательном порядке входит умение работать с этими системами. Это системы, которые позволяют автоматизировать в том числе CGM, Customer Journey Management. Это системы, которые позволяют управлять триггерными разными инструментами. Системы, которые позволяют автоматически настраивать запуски и изменения политик в рекламе. Хабспот, например, и масса других на западном рынке являются лидерами. Около четырех-пяти топовых инструментов используются всеми в любом случае. В наших организациях, в наших компаниях, как правило, это довольно редкое явление. Social Media Engagement and Analytics. Ну, тут все понятно. СММ в определенном тренде. То есть это, конечно, не первые позиции. Но все-таки мы знаем сейчас. Кстати, что касается социальных сетей, то тут довольно наблюдается довольно интересная тенденция. По мнению большинства крупных игроков, ну, крупных экспертов, я бы сказал, на рынке, что они говорят о том, что осталось года 2-3 этому направлению. Вот такие есть точки зрения. Опять же, куда все уходит? Все уходит в видео. Либо они трансформируются в сторону видео. Ну, что мы и наблюдаем на примере Инстаграма того же и так далее. Постоянно внедряются новые инструменты размещения видео там. Или вообще появится нечто гибридное между Ютубом и тем же Инстаграмом. Но пока на рынке этого мы не видим. Но тем не менее, вообще тенденция такая довольно грустная. Если смотреть на нее с точки зрения человека, который бы вложил в это, например, свои акции. Ну, допустим, в Штатах Фейсбук практически никто не использует. Ну, вот просто по факту. Ну, то есть вот уже из категории давно отболело. Инстаграм знают слово такое, используют очень мало. Кто вот просто в реальной жизни-то разговаривает, что у них почти нету понимания. Ну, я не говорю о том, что там рынок огромный. Но вот среди большинства людей и в целом вообще, я боюсь, сейчас крамолу какую-то говорю. Сейчас придут меня, будут бить инстаграмщики. Но идея примерно такая. То есть тренд движется в сторону смещения в категории больше видео. Но еще раз, это то, что я наблюдаю. Это не то, в чем я эксперт. Это не то, что я прям могу там экспертно заявлять. Но по данным, которые можно получить вот от тех, кто презентует эти вещи, судя по всему, тренд туда идет. Контент менеджмент. Как он пересек? Контент маркетинги, контент менеджмент. Ну, да, понятно, что это все туда же про контент, но только здесь больше про управление контентной подачей. Видеоконтент, вот он как раз у нас где-то в серединке. И у нас просто существует и в целом оправданная мысль такая, что видеоконтент, он очень холодный. То есть, например, когда говоришь с людьми, с рекламодателями, они, как правило, всегда видео рассматривают в качестве крайней меры. Причина простая. Они говорят, видео это развлекалово. Люди, которые приходят в YouTube или еще куда-то, это очень холодная аудитория. Им нужно просто развлечений. На какой-то серьезной шаги подвигнуть их через видео не получится. Ну, разве что, опять же, если не продвигать там фильмы какие-то или еще что-то. То есть, товарные продажи через видеоканал не очень эффективны, конверсия с видеоканала низкая, ну и так далее, и тому подобное. Вот тут как раз никто с этим не спорит. В частности, ведущие собаководы рынка, они тоже самое говорят. Однако они неизбежно включают видеоканалы в свои цепочки маркетинговые. И они говорят, что несмотря на то, что видео напрямую не продает, оно, тем не менее, прекрасно работает вот здесь, вот в мультиканальных историях. То есть, когда ты действительно выстраиваешь полноценную мультиканальную систему управления, контроля, во-первых, за своим трафиком, за своими конверсиями, продажами, и потом смотришь, какие каналы действительно реально приносят тебе итоговые продажи, видео оказывается совсем не таким уж и плохим инструментом. То есть, оно, да, оно не является закрывающим, то есть, люди, которые приходят с видео, не всегда сразу покупают, но оно является прекрасным генератором потенциальных клиентов. Лид-менеджмент. Ну, это все, что связано с генерацией лидов. Тут все ясно. Лендинги во всех видах и во всех формах лидогенерация вообще сейчас и давно уже ведущий тренд. Конверсион rate optimization. Это вот то, что я уже упоминал. CRO – это все мероприятия, действия, направленные на увеличение эффективности ваших инструментов. Будь то веб-сайт, будь то мобильное приложение, неважно через какой инструмент, ну, или те же социальные сети, неважно через какой инструмент вы конвертируете вашу аудиторию, всегда можно сделать эту конверсию выше. И вот огромное количество техники, инструментов. Гросс-хакинг. Есть такое направление. Сейчас тоже везде о нем ведется речь. Позволяет через определенные, во-первых, тесты, эксперименты выявлять точки увеличения конверсии. Мобайл. Все, что связано с мобайлом, что интересно, не находится это в топе, но имеет определенную тенденцию к росту. Унифайт онлайн и офлайн дата, то есть объединение офлайн и онлайн, соответственно, данных по онлайн и офлайн конверсиям. Ропа эффект, так называемый, который сейчас много и у нас в России инструментов предлагают отслеживать. Это то, как наши офлайн действия влияют на онлайн, соответственно, конверсии и так далее. Особо сложная задача выявлять эффективность каких-то офлайновых каналов, которые конвертируются в онлайне или наоборот. Кастомер скоринг, предиктив маркетинг. То есть это все, что базируется на технологиях машинного обучения. То есть это некая предиктивная аналитика, то есть это все, что позволяет нам предсказывать поведение аудитории. И, соответственно, наш маркетинг в некотором роде заставляет опережать, бежать впереди немножко действующих событий. Все маркетологи на всех выступлениях, во всех выступлениях говорят одну и ту же фразу, что современный маркетинг всегда на 2-3 года опаздывает от аудитории. То есть вот когда я как раз говорил про СММ, то тут я как раз говорил именно об этом, о том, что пока в маркетинге все прекрасно, но тренд уже давно не там. Просто маркетологи еще пока туда не доехали, они еще просто на 2-3 года позади. А тенденция, она уже давно впереди. И вот как раз выстроить такой маркетинг, который позволит не отставать от своей аудитории на 2-3 года, а все-таки хотя бы приблизиться к ней, вот сейчас пока только предиктивные технологии позволяют это сделать. Для этого нужны инструменты машинного обучения. Инструменты машинного обучения сейчас платны, дороги. Те, которые можно широко использовать всем подряд, но фактически это пока не для всех, надо говорить честно, но решений таких множество уже на рынке. Управление аудиториями – это все, что связано с поддержанием спроса, с контролем спроса, с увеличением спроса, с работой с теми аудиториями, которые вам удалось уже собрать. Сейчас во всех рекламных инструментах есть механизмы работы с аудиториями, в системах аналитики есть возможность формировать эти аудитории. И работа с аудиториями возможна только тогда, когда у вас есть одновременное объединение инструментов рекламных и одновременно инструментов аналитики. Вместе с тем у нас сейчас наблюдается очень, опять же, еще один тренд, очень тяжелая ситуация с аналитикой. И совсем буквально 2-3 недели назад началось все с Safari, Apple решила, что все, пора завязывать с этим беспределом, с куками, и взяла и отрубила куком с хвосты. То есть раньше куки жили до двух лет, например, кук от Google Analytics, и теперь она живет неделю, как и все остальные куки. То есть Safari начал рубить просто куки, ну, просто так, через неделю. На американском рынке это 51% аудитории. То есть Safari там бешеную популярность имеет. Это у нас Chrome 52% или 55%, ну, по разным источникам там имеет долю. У них там все не так. И как только это вот обрушилось, там просто рынок на дыбы встал. И вот сразу несколько ведущих экспертов опубликовали свои решения. Сейчас пока еще мы не наблюдаем того, чтобы все это начали делать, я имею в виду там, на Западе. Но все уже как минимум начали чесать затылки и думают, что с этим теперь делать. Потом еще Firefox же выкатил новую историю. Чем им всем кука не нужна, не угодила, я не знаю, но Firefox начал резать по умолчанию в дефолтные настройки все, помимо рекламы, он начал резать еще и отправку сообщений в систему аналитики. Без дополнительной настройки ты ничего сделать не можешь. То есть в смысле, когда человек просто по дефолту ставит Firefox, то все, в аналитике у тебя Zira. А у нас Firefox это 15% аудитории. Пока остается молиться на Chrome, который пока никакой этой ахинеи не влупил еще пока, потому что 55% аудитории, если он вырубит еще, то все, тогда я не знаю, что тут все делать будут. Точнее все знают уже, что делать будут. Ведущие собаководы уже запустили технологию, которая называется Local Storage. То есть вместо того, чтобы использовать куки, которые, судя по всему, видимо, обрубят рано или поздно окончательно, все переходят на технологию хранения идентификаторов пользователей в Local Storage, но это требует определенных JavaScript. JavaScript, 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 то есть это нужно пока кастомно реализовывать. Опубликованы кучи уже решений на эту тему. Возможно, в ближайшее время, опять же, когда системы аналитики очухаются, они тоже что-то предложат, какое-то свое решение. Но идея его довольно простая, она вообще стара как мир, просто никогда никто этого не делал, потому что были куки, с ними было все хорошо, и они самый простой способ. Однако, помимо куки, мы можем в браузере сохранять любую информацию, которую нужно нам хранить неограниченно долго. Для этого существует Local Storage, это специальное хранилище в любом браузере. И мы можем, используя его, сохранять в этом локальном хранилище вообще любые, какие нам угодно данные доступны. Дело в том, что почистить Local Storage можно тоже, но для этого уже надо на 8 классов образования больше, чем у среднего пользователя интернета. Во-вторых, автоматически их тоже пока браузеры не чистят, но, во всяком случае слова, пока. И вот этот вот тренд, вот эта вот тенденция с аудиенцией, работа с аудиториями, это всегда работа с куками была. То есть задача сбора аудитории, это все, кто к тебе пришел, пометить определенной кукой. Все, кто у тебя пришел, еще и сделал какой-то заказ, например, или какое-то действие царевое, ты его другой кукой пометил, точнее, той же самой, но просто с дополнительным параметром. И так далее. То есть на основе этого пользователь ушел с вашего сайта уже давно, но кука у него в браузере осталась. И с этого момента мы можем его где угодно, где, на каком-то рекламном, на какой-то рекламной площадке в поиске Google, например, или в поиске Яндекса мы его можем поймать и, определив эту куку, что-то ему показать. Например, если это ремаркетинг, то есть это догоняющая реклама, мы можем ему предложить скидки какие-то, отдельные рекламные предложения сделать по новому каталогу, по новым предложениям. Ну, в общем, там масса интересных вещей. Работа с аудиториями особенно интересна в связи с вот этой вещью, которая называется машинное обучение, о чем я чуть раньше говорил, вот этот вот предиктив маркетинг. То есть, когда у меня есть аудитория людей, которые у меня на сайте совершали покупку, то я могу заставить рекламную систему найти мне людей, которые похожи на этих людей, которые у меня совершали покупку. И благодаря этому таргетинг рекламный значительно расширяет свои возможности. То есть, с этого момента технология называется look-alike, она есть у всех, у Яндекса, у Гугла, у всех. И мы благодаря этому можем, но только при этом надо собрать эту аудиторию, а как ее собрать, когда у нас куков нету, ну и так далее. В общем, тут вот сейчас прям поле битвы. Ждем, когда во что это все выльется. Все то же самое, да. То есть, любые куки любых систем, это и Facebook, да, с Instagram вместе взят, и YouTube вместе с Google, аналитиком со всем, ну и так далее и тому подобное. Но, судя по всему, ждет нас небольшая такая мини-революция. Для большинства пользователей-то интернета она вообще незаметна. Ну, кроме того, что всех уже задолбали эти надписи. Мы используем кукисы, пожалуйста, ну там, согласитесь. Ну, вот она пока уже полетела. Ну, я так понимаю, нет, ну она не полностью отрубилась, но, как минимум, у тебя куков живет неделю, это значит, что ты не можешь на более длительных периодах времени отслеживать информацию по пользователям. Потом у тебя через неделю этот пользователь вернулся, он у тебя в отчетах новый пользователь, да, ну и так далее. Какие действия у меня на садах? Ну, опять, мы пока в России этого не ощущаем, по той причине, что у нас Dory Safari, она у нас полпроцента, поэтому нам это как-то фиолетово. А вот на американском рынке, где больше 50% устройств это Mac, вот там это все, ну и iPhone, вот там это все прям вот действительно сейчас бурлит и клокочет. Нас это миновало пока, ну, кроме Firefox, который тоже непонятно, зачем туда полез, что там. Вот. Вы Local Storage говорили, это каким образом, это тоже идет какое-то запоминание условно пользователей, или... Все то же самое, что и с Cook'ой, то есть мы просто генерируем любому пользователю новый уникальный идентификатор, как это и с Cook'ой происходит. То же самое, только мы сохраняем это не в Cook'е хранилище, а в Local Storage это особое хранилище. Ну, у любого браузера организованное. Там то же самое в виде пар. Параметр равно значение, значение сохраняешь. Просто работать с Local Storage надо другими способами со всеми, они по умолчанию ни в одной системе аналитики сейчас не реализованы. То есть это требует кастомной имплементации. Опять же, все уже ведущие собаководы, Сима Ахава уже на эту тему там статью выкатил. Лето-то что, переход? Никто не знает пока. Но все находятся в неком таком состоянии, не буду говорить каком. Дело в том, что причина всех этих изменений, судя по всему, это все-таки вот эта вот борьба с персональными данными. То есть понятно, что виноват не Apple сам по себе, самому по себе Apple, как было фиолетово, так и мне кажется до сих пор фиолетово. Дело в том, что это требования законодательные. Просто у нас, как вы знаете, они еще пока менее серьезно ограничивают нас, маркетологов. Но, скорее всего, у нас приведут все в то же самое соответствие, рано или поздно. Просто с небольшим отставанием, как это и было на протяжении последних лет. Ну, а дальше уже не знаем, что будет, если, опять же, не дай бог, Google еще сдастся. Все, все поедут в новую парадигму интернет-аналитики. У нас новое направление разовьется. Тут надо еще сказать, что, ну, в общем, да, вот такая проблема присутствует. Вот она вот в контексте как раз вот менеджмента аудитории, она ярко сейчас заметна. Search Engine Marketing – это то, что мы как раз называем Google Ads и Яндекс.Директ. Да, это вся реклама на поисковых системах. Вот вы видите, как я уже говорил, она там у них на 20-м месте и 7% приоритет от более 150 миллионов оборотов времени дохода. Дальше. Account-based marketing. Ну, опять, это все туда же, к customer marketing, то есть это к управлению клиентской базой. И программатик. Программатик, он, его, ну, скажем так, взлет уже миновал давно. Программатик – это метод закупки медийной рекламы. В настоящий момент практически, ну, все рекламные системы программатик решения предлагают. Очень много независимых площадок, посредников по программатику на рынке. Но это все медийная реклама, это все увеличение узнаваемости, увеличение спроса, знакомства в обличении пользователей. То есть это начальный этап воронки. Вот он почему-то здесь оказался. Голосовые интерфейсы – это мы наблюдаем, это у всех сейчас в тренде. И, кстати, это то, что мы тоже с содроганием ждем в контексте SEO. В контексте SEO, вот как только все перейдет на голосовые интерфейсы, мы ожидаем полного краха. Краха, что будет, не знаем. Но пока нет такого вроде как явного тренда, что все прям на них перейдут. Но тем не менее мы наблюдаем, что они все чаще и чаще используются. Да, в какой-то момент, я думаю, еще не сейчас, но точно через несколько лет это станет серьезным новым трендом, это точно. Когда люди окончательно перестанут что-то набирать и начнут просто диктовать и говорить. Ну и на самом деле главное, что требуется, это небольшой еще нужен люфт, зазор небольшой по времени и по росту мощностей. Когда система голосового, ну как их называют, искусственного интеллекта, все мы знаем, что нет никакого искусственного интеллекта, никто пока к нему не приблизился даже рядом. Но термин AI, Artificial Intelligence, все это красиво, здорово. Ну в базовой основе там все равно нейронные сети, это все равно какие-то технологии машинного обучения. Но тем не менее, когда они дойдут до такого уровня, что их можно будет внедрять в смартфоны, и когда система с нами, Google и Яндекс, начнут просто разговаривать, что, собственно, мы и так видим уже Алиса, например, у Яндекса, у Гугла там своя. Ну да, пока это все-таки еще скрипты, вот об этом я и говорю. Пока это, ну, игрушка больше, и все поиграют, поиграют и обычно. Вот. Но как только это действительно зачатки какого-то диалога начнутся, вот реально, и все, вот с этого момента, ну, а на самом деле, судя по тенденциям, осталось 0 лет 5, может быть. Ну, опять же, получается, переводчик подключится, и все проедет. Ну, переводчики, да, опять же, когда ты все, когда ты будешь с человеком разговаривать, тебе не нужен уже переводчик. Ну, вот это все к этому идет, и уже есть такие готовые уже решения. Просто они пока еще не могут работать эффективно на небольших устройствах или на слабых компьютерах, и пока еще не так распространены. Но дальше будет больше. И вот как только это произойдет, мы ждем нового очередного витка революций в интернет в целом и в маркетинге в частности. И ничего из вышеперечисленного, только 2%. То есть, судя по всему, все участники таких опросов, они ставку делают на что-то из вышеперечисленного. Вот в первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на CGM, например, на, соответственно, управление мультиканальными данными, на управление мультидевайсным отслеживанием. Это тоже сейчас, ну, уже давно, эта проблема довольно актуальная для аналитики, потому что современный пользователь в большинстве случаев использует не одно устройство, а несколько. До конверсии он может с мобильного, с дисктопа заходить, с планшета и так далее. И в результате мы не складываем полноценную картину о том, как происходит конверсия в привязке к отдельному пользователю. Для этого есть технологии мультидевайсного отслеживания, но они пока еще не так широко применяются у нас в маркетинге. Ну, собственно, SEO, да, тут нельзя говорить напрямую. Дело в том, что западное SEO имеет определенные серьезные отличия от нашего отечественного, поэтому инструментарий там довольно своеобразный, все-таки, ну, специфический, который заточен только под Google в первую очередь. Bing там, конечно, имеет дори около 15%, но, тем не менее, технологии несколько другие. Алгоритмы Google мы знаем. То есть, на чем, собственно, базируется продвижение под Google, всем хорошо известно. В Яндексе есть определенные отличия от продвижения под Google, и в этой связи вот то, что мы используем на нашем отечественном рынке для Яндекса, там, например, этого вообще не применяется. Ну, понятно, показатели заменились. Блокчейн, естественно, везде сейчас пытаются и в маркетинге использовать, в том числе для различных решений задач, самых разных задач. Но пока это из категории больше хайпа, то есть каких-то готовых реальных решений, чтобы блокчейн как-то там активно прям внедрили во что-то, и оно уже прям работало, пока еще не объявляют. Так, это просто там какие-то, да, conversion rate optimization, о чем я уже тоже упоминал, один из обязательных элементов маркетинга. То, что у нас юзабилити называют CGM, Customer Journey Management, это выстраивание вот этой вот цепочки взаимодействия с пользователем. Как вы видели, это номер один. Рекомендую всем обратить тоже на это внимание, потому что действительно это тренд, опирающийся на практику, на реальную практику. Выстраивание точек касания с пользователем – это путь к успеху. То есть если мы просто… Раньше было достаточно показать одну рекламу человеку и получить, собственно, клиента. Сейчас просто показать один раз рекламу уже чаще всего не приводит к продаже, потому что пользователь на пути к вашей цели, то есть к покупке на вашем сайте что-то, скорее всего, встретит 45 конкурентов, 45 других альтернативных предложений, и встретит он их на разных вообще совершенно участках своего маршрута. Соответственно, в разных участках этого маршрута у него будут разные мотивации, что, собственно говоря, Customer Journey Management чем и занимается. Он изучает, на каком этапе, что именно у пользователя происходит. Вот здесь выделены четыре этапа основные традиционные маркетинговые. Это ознакомление, это уже, соответственно, сначала узнавание, ознакомление, затем уже принятие решений и, соответственно, уже становление клиентом. И на каждом из этих этапов необходимы разные активности. Вот эта сложная, кропотливая работа, те, кто сейчас у нас пока этого не делает, я думаю, что они как раз проиграют конкурентам, которые это будут делать. То есть это уже необходимость. Без выстраивания правильной такой воронки мы уже рассчитывать на светлое будущее не можем. Четыре этапа пользовательского опыта. Ну, вот они, ну, это в любом источнике по Customer Journey Management можно найти еще одно интересное парадигма. Одно то, что раньше, опять же, даже CGM, он ограничивался только вот этой воронкой от знакомства пользователя до продажи. Теперь еще все ведущие эксперты по CGM говорят о том, что у нас еще будет пост-пurchase stage. Да, ну, мы уже все, две минутки. Да, да, да. А пускай послушать или могут заходить? Мне нужно достанет. А, понял. Две минуты. Коллеги, нас просят прерваться, поэтому я остановлюсь еще на YouTube. Ну, в общем-то, о нем я уже говорил. Несмотря на холодную аудиторию, при правильном выстраивании Customer Journey Воронки, YouTube заменил медийный рекламный формат, о чем вот говорят там. То есть вообще раньше у нас баннер, да, баннерный формат лидировал, сейчас фактически баннерный формат перетек в видеоформат. И, ну, тут не обязательно YouTube, но YouTube просто самый популярный, конечно, видеоинструмент, но есть и масса других. Они полностью сменили собой медийные форматы, ну, или замещают, будем так говорить, по мнению ведущихся боковод. KPI, не буду останавливаться, ну, и на этом, наверное, вот все. Вот такой вот небольшой доклад. Вопросы? Да. Ну, это я сейчас рассказал про то, что мы наблюдаем в качестве тенденции на Западе. У нас люди не знают ничего об этих тенденциях. У нас люди пользуются РСЯ, и у них все хорошо. Поэтому ничего никуда не денется, все нормально. Я как раз хочу сказать про некоторое ближайшее будущее, куда все это будет выруливать. И Яндекс это тоже понимает, они активно развивают свои видеоплощадки тоже, они понимают, что это тренд в будущем. Поставки будут заниматься, значит, получается, да? Рост будет однозначный, да. А вы сможете уменьшаться? В настоящий момент, пока мы не наблюдаем уменьшения, скорее все-таки у нас больше рост, но вот там все уже давно поняли, что, собственно, перформанс рекламы в таком формате, это, во-первых, дорого, это очень часто необоснованно дорого, и поэтому они ищут через Customer Journey Management, как еще можно проконтактировать с человеком, то есть чтобы не только просто долбить его одной прямой рекламой, а чтобы его поймать во всех этапах, во всех частях, и для этого использовать самые разные инструменты. То есть диверсифицировать свой портфель инструментарий. Вот задача, которую сейчас ставят интернет-маркетологи там. Если бы не было, что это количество там загружено, да, на Западе, или вот, да, то есть они уже как-то с устроенки идут расширяться. Скорее всего, Google будет расширяться за счет нас, нам уже понятно. Нет, ну а здесь он может только выдавить Яндекс, но это максимум даст ему двукратное увеличение, и все. Двукратное увеличение для Google, ну это копейки, он даже не будет, к тому же никто ему этого не даст сделать, потому что иначе будет монополия. Все-все, можно. А мы уже куда же перейдем? А мы со своими 9% прекрасно себя чувствуем, и будет, наверное, чувствовать. Скажите, как на объединении, как на 100%? Ну это уже в китайский рынок, ну то есть туда, в этот рынок, прекрасно идут. Никто никуда не пропадет, все будет хорошо, не стоит волноваться. И РСЯ останется тоже. И у нас это останется еще надолго. Вот это другой вопрос, да. Коллеги, спасибо, что присутствовали. Сори, у нас мало времени, сейчас у нас другой курс, здесь занятия, да, поэтому уже пришли люди. Спасибо, что были с нами. Хотелось бы чуть побольше, конечно, обсудить. Ну, спасибо. Да, спасибо. А вы на сайте, виталий, вы видите видео? Видео нет, этого нет, этого нет. У нас не все просто записываются, этот нет. А презентацию нужно будет видеть? Это можно написать на почту только, я так еще. Хорошо. Спасибо, что вам понравилось. А, да, ну, в личном кабинете вы можете найти, если вы, да, если вы, да, есть. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, сори, да, вот так выделяется. Слушатели на вебинаре, спасибо всем, что были с нами, вас было много, приятно вас видеть. Ждем на других наших курсах, на других наших семинарах, смотрите за расписанием.